МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире область события факты. Подводим итоги прошедшей недели. В студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. Вначале о наиболее заметных темах. Одна на всех. Россия отмечает День Победы. В Белогорске встретили поезд «Армия Победы», а в Благовещенске готовятся к бессмертному полку. Космические страсти. Расскажем, какие ступени уже найдены, а какие еще нет, и почему один из спутников, запущенных с Восточного, не выходит на связь. Гладко стелят. В Благовещенске решили, какие дороги и в какие сроки будут ремонтировать. Первым делом приступят к модернизации развязки в микрорайоне. Корабли встали на рейд. В Преамурье на большинстве рек началась навигация. Заступили на охрану российских рубежей и амурские пограничники. Монументальный подарок. Ко дню рождения областной столицы строители сдадут огромный детский сад. Сразу на 18 групп. Об этом и многом другом смотрите сегодня. Главное событие тех дней, конечно же, празднование Победы. 9 мая – один из главных праздников не только нашей страны, но и всего мира. В Благовещенске 8 мая в преддверии 71-й годовщины разгрома фашистской Германии состоялась памятная церемония у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На площади Победы прошел митинг. В нем приняли участие ветераны, дети, военнослужащие, первые лица города и области. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за ваше мужество, отвагу и невероятную силу духа, за вашу неизгибаемую волю, которую вы проявляли в трудовом тылу, на колхозных полях заводских цехах. Уважаемые земляки, от всего сердца желаю вам здоровья и долголетия, мира и благополучия, счастья и добра. Вечная слава народу-победителю. С праздником, амурчане! С Днем Победы! В годы Великой Отечественной войны свыше 100 тысяч амурчан ушли на фронт. Из них более 70 стали героями Советского Союза. 54 тысячи награждены боевыми орденами и медалями. Тысячи из ушедших на фронт не вернулись. Их память почтили минутой молчания. А после возложили цветы к обелиску воинам-амурцам. Этому памятнику около 50 лет. Последний раз его переделывали в 2008 году. Тогда надолбы конструкции вдоль аллеи одели в гранит, а за обелиском возвели стену, на которой нанесены имена амурчан, погибших в Великой Отечественной. Кстати, в прошлом году композиция была дополнена. В Благовещенске на площади Победы открыли памятник труженикам тыла. Его возвели по инициативе почетного гражданина Благовещенска Марии Гапоненко. Агитпоезд «Армия Победы» 5 мая сделал остановку в Белогурске. 21 вагон, груженный историческими и современными образцами военной техники, музейными экспонатами, простоял в городе несколько часов. За это время амурчанам удалось посмотреть в том числе на совершенно уникальные вещи, которые впервые покинули стены Центрального музея вооруженных сил России. Анастасия Петраш расскажет подробнее. Агитпоезд «Армия Победы» прибыл в Белогорск в 2 часа дня 5 мая. Встречать его собрались около 2000 человек. Среди них были и ветераны Великой Отечественной. Здорово. Я прямо удивлен. Я думал, после 70-летия Победы таких грандиозных вещей не будет. Однако, удивился. Даже 71-я годовщина отмечается очень величаво, я бы так сказал. Даже, может быть, я выспренне говорю, но меня удивило это дело. И, по-моему, это хорошее начало, вот Агитпоезд. Если это по всей России, это волну патриотизма вызовет среди молодежи. Торжество по случаю прибытия Агитпоезда началось с презентации точной копии знамени Победы, а также других боевых знамен. Во время митинга ветеранам вручили памятные подарки и именные поздравления от министра обороны Российской Федерации. Также им передали боевой привет от участников войны из других городов России, где уже побывал праздничный поезд. Кроме того, фонды Амурского краеведческого музея передали 12-томный фундаментальный труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». Сама же акция «Армия Победы» была запущена Министерством обороны России и эшелон путешествует по стране более двух недель. Агитпоезд «Армия Победы» – это возрождение славных традиций агитпоездов. Станция «Белогорск» – 18-е мероприятие на нашем пути на Дальний Восток. Мы стартовали 20 апреля в городе Герой Москве и 8 мая завершаем акцию в городе Владивостоке, передавая приморцам точную копию знамени Победы. После митинга все желающие получили возможность прогуляться по тематическим вагонам агитпоезда. Первым делом мы решили заглянуть в теплушку. Вагон стилизован под те, в которых на войну когда-то отправлялись наши солдаты. Здесь буквально погружаешься в атмосферу того времени. Тут же разместили уникальные экспонаты из Центрального музея Вооруженных сил России. Кители маршалов Константина Рокоссовского и Иосифа Сталина – оригиналы, которые впервые покинули стены музея. Привезли и точную копию Ордена Победы. Орден Победы, конечно же, мы не могли привезти. У нас в музее хранится три Ордена Победы, но очень большая стоимость. И ни одна страховая компания, конечно, бы не застраховала этот Орден. Невозможно его привезти. Не меньше интерес зрителей вызывали вагоны с выставкой военной техники. Артиллерийские орудия, танк Иосиф Сталин, знаменитая «Катюша». Это сейчас боевая техника на вечном приколе и используется горожанами для фотосессий. А ведь когда-то она наводила ужас на противников и помогла победить в войне. Музейные экспонаты реконструированы, каждый обслуживается. Те, кто более опытный по протекторам и по дискам, замечают, что это раритет. Когда пилоту, скажем прямо, делать нечего. Открытая сцена, которая так напоминала военную, собрала десятки зрителей. Когда мы, наконец, дошли до этого вагона, здесь выступали артисты Культурного центра Вооруженных сил России. Кстати, раньше этот центр носил название «Центральный дом Красной Армии». Именно отсюда на фронт уезжали артисты, которые затем давали концерты перед бойцами. Давали концерты от пяти до десяти концертов в день даже было. Передовой на передовую их перебрасывали по блокпостам, по площадкам. И они дали концертов, более миллиона концертов за всю войну. Как рассказала Ирина Титова, артисты, несмотря на усталость, в пути поезд уже две недели, и каждый раз приходится менять часовые пояса, на выступлениях выкладываются в полную силу. Говорят, когда видят благодарных зрителей, среди которых есть ветераны, просто не могут иначе. Ветераны подходят в, не помню уже город, но ветераны прям подошли, дарили артистам свои же цветы, подаренные им детьми. Целовали девушкам руки, это было настолько трогательно, прям до слез. На время приезда агитпоезда «Армия Победы» на железнодорожном вокзале развернули мобильный пункт отбора на контрактную военную службу. И прав оказался ветеран Михаил Шатков. Мероприятие действительно вызвало волну патриотизма среди молодежи. Сегодня у нас записалось 25 человек, изъявили желание поступить на военную службу по контракту. В том числе 19 человек сухопутные войска, 4 человека в военно-морской флот и 2 человека воздушно-десантные войска. Изъявили желание поступить на военную службу по контракту. Тем временем те, кто смог посетить агитпоезд, отмечали. Такое мероприятие точно запомнится на всю жизнь. И проводить подобные акции однозначно надо. Ведь это помогает нам не забывать нашу историю и нашу победу. Победу тех людей, которые отдали все, что имели, чтобы у нас было будущее. Агитпоезд Армия Победы простоял в Белогорске на протяжении трех часов. За это время вагоны успели посетить тысячи человек. Отсюда из Белогорска агитпоезд отправится в Биробиджан и уже затем по другим городам Дальнего Востока, пока 8 мая не прибудет в конечную точку назначения. Город Владивосток. Анастасия Петраш, Роман Едаков, Первый областной. Тем временем в Якутии временно приостановлены поиски отделившихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1А», запущенной с космодрома Восточный 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС. Причина – погодные условия. Поиски возобновят в июне, когда сойдет снежный покров. При этом ранее радарами и аэрофотоснимками были зафиксированы на территории республики 17 фрагментов отделяемых частей «Союза». А до этого в 93 километрах от ближайшего населенного пункта Вилюйского района в Якутии был найден двигатель весом около 70 килограммов. Единственный фрагмент второй ступени ракеты обследовали экологи. Никаких радиоактивных веществ не обнаружено. Эксперименты также показали, что вреда окружающей среде после запуска ракеты не было нанесено. Пробы, отобранные после запуска, отправлены в лаборатории Москвы. Их анализ также проводится в Якутске. Напомню, что первые фрагменты ракетоносителя «Союз-2.1а» были обнаружены 30 апреля в заданных районах падения. Сначала специалистам удалось найти три боковых блока первой ступени в Зейском и Тындинском районах Преамурья. Уже 1 мая был найден четвертый и последний боковой блок. 2 мая начался вывоз обнаруженных фрагментов, отработавших ступеней ракетоносителя на космодром Восточный. Космический аппарат нано-класса «Самсат-218», запущенный на орбиту с космодрома Восточный, не выходит на связь. По одной из версий, при запуске на орбиту аппарат раскрутился слишком быстро и антенна не может поймать информацию. Напомним, ракетоноситель «Союз-2.1а» стартовала с Амурского космодрома 28 апреля с российскими космическими аппаратами «Ломоносов» АС-2Д и «Самсат-218». Как сообщает пресс-служба Самарского государственного аэрокосмического университета, на наноспутнике установлен радиомаяк, который кодом Морзе передает слово «Самсат-218-Д». В настоящий момент от наноспутника поступают лишь обрывочные сигналы морзянки на фоне шума во время прохождения спутника над приемной станцией. Сейчас анализируются причины возможных неисправностей. Разработчики обратились за помощью к радиолюбителям России с просьбой послушать спутник во время нахождения в зоне действия их антенных систем с целью выявления характера его движения. В ближайшее время состоится заседание представителей Самарского государственного аэрокосмического университета и Ракетно-космического центра «Прогресс», создавших аппарат. На заседании обсудят вопросы о продолжении попыток установить связь со спутником или о признании его потерянным. Сотни строителей космодрома «Восточный» до сих пор не получили зарплаты. Всего работникам задолжали 47 миллионов рублей. Свои деньги за работу не получили 600 строителей космодрома. Это люди, работавшие на «Дальспецстрой», «Экопрок», «Строительный альянс», на предприятия «Автомобили, дороги и мосты». Вообще же большинство должников компании банкроты, но есть среди них и те, кто просто не платит людям зарплаты. Например, на счета компании «Стостроймеханизация», которая задолжала 23 миллиона рублей своим четырем сотням сотрудников, регулярно поступают значительные суммы денег. Только после того, как на генерального директора предприятия завели уголовное дело, он начал рассчитываться с людьми. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам земельных участков на Дальнем Востоке. Закон вступит в силу 1 июня 2016 года. При этом получить землю в безвозмездное пользование смогут только граждане Российской Федерации. Земельные участки размером до 1 гектара будут предоставляться в пользование сроком на 5 лет, по истечении которых гражданин может оформить его в аренду или собственность. По закону купля-продажа полученной земли не допускается, нельзя его сдавать в аренду или предоставлять в пользование иностранцам или созданным при их участии компаниям, а также людям без гражданства. При этом президент подчеркнул, недопустимо выделять бесплатные гектары на Дальнем Востоке в местах, где нет необходимой инфраструктуры. Он также отметил, что вопросы инфраструктуры должны решать региональные власти. Согласно опросу в ЦИОМ, 63% дальневосточников считают, что бесплатное предоставление земли повысит уровень жизни в регионе. С 1 июня участки будут доступны в отдельных районах дальневосточных регионов. С 1 октября 2016-го свой гектар смогут получить дальневосточники на всей территории Федерального округа. А с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все остальные граждане России. В Преамурье начался сев ранних сортов сои. Первыми к этой работе приступили в хозяйствах Ивановского, Тамбовского и Завитинского районов. За один день с начала посевной кампании земледельцы смогли засеять бобовыми площадь в 3200 гектаров, что составляет 0,4% от плана. Всего же в этом году будет отдано под сою 905 тысяч гектар. На полевых работах будет задействовано более 3100 тракторов, почти 1500 сейлок и 2000 почвообрабатывающих машин. Как сообщают в областном минсельхозе, вся техника готова на 100%. Между тем в хозяйствах Преамурья подходят к концу сев ранних зерновых. Планы выполнены на 96%. В Белогорске один из резидентов территории опережающего развития хлебобулочное предприятие «Белхлеб» набирает обороты и расширяет ассортимент. Компания заработала в начале апреля, а на прошлой неделе представители этой организации приняли участие в совещании с президентом. Обсуждали на нем как раз реализацию возможностей на территориях опережающего развития. В Белогорске сейчас создано уже два предприятия, в том числе маслоэкстракционный завод. Что касается пекарни, то здесь трудится 10 человек, а ассортимент представлен не только несколькими видами хлеба, но и сдобой. Тут готовят даже традиционное еврейское мучное изделие хала. О сладких и сдобных перспективах расскажет Яна Лисовая. Каждый день в этом цехе выпекают полторы тысячи булок хлеба в день. Его здесь готовят по специальной рецептуре на закваске, выстаивая тесто по 8 часов. Одно из фирменных мучных изделий – хала. Вообще это традиционная еврейская сдоба – плетенка, которую делают по особому рецепту. Несмотря на то, что предприятие «Белхлеб» официально в качестве резидента ТОР работает всего около месяца, здесь уже думают, как расширять ассортимент. На данной этапе мы производим хлеба, два вида – это пшеничный и ржанопшеничный. Сдобные хлебобулочные изделия – хала, батоны, булочки, ватрушки. Планируем дальше, конечно же, это кондитерские изделия, кексы, пряники. Говорят, на продукцию «Белхлеба» спрос у белогорцев всегда есть. Товар на полках магазинов не залеживается, хлеб и сдобы пекут даже по ночам. В канун Пасхи здесь опробовали и новый рецепт традиционных пасхальных куличей. У нас это идет бисквит, пропитываем сиропом и начинкой творожной. И украшаем, у нас уже готовые есть. «Белхлеб» – это компания, которую создали специально для того, чтобы войти в состав резидентов ТОР. Инвесторы вложили чуть меньше 20 миллионов собственных средств, чтобы открыться буквально с нуля. Раньше в этом помещении располагался старый хлебозавод, но здание пустовало около 15 лет. Поэтому немалая часть денег ушла на восстановление помещения. Но за счет того, что резидентам территории опережающего развития даются налоговые послабления, компания сможет сэкономить на налогах около 20%. На самом деле сейчас в Белогорске официально зарегистрированы два участника ТОР. У местных предпринимателей наблюдается интерес в ТОР, но наблюдаются и опасения. На сегодняшний день у нас есть в разработке три проекта, но пока это только на уровне проектов. То есть какие-то конкретные идеи, либо заявки еще не поданы. У нас есть еще один резидент потенциальный ТО «Агротехнологии», который на сегодняшний день подготовили проект на смертную документацию. Заявку в корпорацию «Разведи Дальнего Востока» занимаются поиском инвесторов для финансирования непосредственно проекта. Еще один резидент – маслоэкстракционный завод «Амурский» планирует заработать к концу этого года. Здесь набрали уже треть всех сотрудников. Стоимость проекта – больше миллиарда рублей. А пока это масштабное предприятие только собирается открыть свои двери, в пекарне вновь готовят новую порцию хлеба из добы, чтобы в будущем такой же сладкой для них стала и прибыль. Яна Лисова, Иван Сымак, Первый областной. Смотрите во второй части нашей итоговой программы. Как открывали навигацию пограничники и при чем тут печеные поросята? Будут ли в Благовещенске оборудованы пляжи? И какой подарок о дню рождения города сделают строители? Об этом и многом другом буквально через пару минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok